Добрый день! Мы рады приветствовать всех в стенах Алтайского аграрного университета. Сегодня мы проводим круглый стол по актуальной теме. Право применения и развития законодательного регулирования пчеловодства в Российской Федерации агроэкологический аспект. Тема эта напрямую связана с укреплением продовольственной безопасности в нашей стране. Потому что мы все знаем, что вопросы опыления, они влияют, положительно влияют на развитие не только растеневодства, но и животноводства. Но тема сегодняшнего обсуждения, она на стыке работы двух комитетов. Комитета по природным ресурсам и экологии и комитета по аграрным вопросам. И вот чтобы услышать мнение пчеловодов, специалистов из регионов, которые знают эту проблему досконально, мы проводим обсуждения по федеральным округам. И в апреле мы собирались в Краснодаре, в Краснодарском аграрном университете, и приезжали и выступали все регионы Юга России, Донбасса, Северного Кавказа. Поэтому мы уже, в общем-то, до этого мы собирали Северо-Запад, и те предложения пчеловодов, их мнения во многом вошли в законы, нормативные акты, которые направлены на совершенствование принятого три года назад федерального нашего базового закона о пчеловодстве в Российской Федерации. Я хочу сказать, что сегодня здесь, в университете, собралось более 400 пчеловодов из регионов, из всех регионов Сибирского федерального округа, сотрудники представителей Россельхознадзора из этих регионов, Росприроднадзора, представители средств массовой информации, специалисты, эксперты. И сегодня мы проведем обсуждение. Я хочу сказать, что у нас принимают участие в нашем круглом столе депутаты Государственной Думы, представители правительства региона. Поэтому я хочу пожелать плодотворной дискуссии. И, уважаемые коллеги, товарищи, хочу предоставить слово руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе, Зюганову Геннадию Андреевичу. Хочу вас поприветствовать прежде всего не только как депутат и руководитель фракции, но и как человек, который всю свою жизнь занимается пчеловодством. Я из семьи, в которой 10 педагогов. У нас три главные профессии. Это учителя, врачи и военные. Но на протяжении трех с половиной веков наша семья всегда занималась пчеловодством. Я считаю, что это самое интересное, удивительное, благородное и исключительно полезное дело. Поэтому я вас приветствую и благодарю, что вы верны лучшим традициям нашего Отечества. С чем это связано? Недавно президент Путин выступал на Валдайском форуме. Валдайский форум собрал всех талантливых журналистов с различных континентов. И Владимир Владимирович официально заявил, что да, капиталист зашел в тупик. Кризис охватил всю планету. А два предыдущих системных кризиса в мире закончились двумя мировыми войнами. Из первой мировой вытащил Великий Октябрь, из второй – наша Великая Победа. И вот сейчас третий системный кризис, по сути дела, пахнет большой войной. Она разгорелась не только на братской Украине, где сформировали нацистский отборный эшелон, который, по сути дела, стравил два народа под руководством американских царевушников. Ну и разжигают большую войну на Ближнем Востоке. Мы все видим, до какого дичания зверения довели людей некоторых и не в состоянии беспечить безопасность. Но война идет сейчас на двух фронтах. За человека, за его душу, за нашу историю, нашу культуру, наш язык. И война за сохранение, при избережении природы. Вот в данном случае, те, кто занимается пчеловодством, они на самом переднем крае этой удивительной, очень важной, исключительно спасительной борьбы. Почему я так считаю? Я подготовил немало работ, в том числе 30 лет работал над законом о пчеловодстве. Мой отец, уходя из жизни, сказал, ты должен провести этот закон, потому что у нас было 10 миллионов пчелосемей. И в результате того варварства, которое навязали после 91-го года, втащив нас в криминальный олигархический капитализм, погибло 7 миллионов пчелосемей. Осталось 3 с небольшим. А что такое пчела? Пчела – это самое удивительное существо, это лучшее изобретение природы и Всевышнего. У меня вышло ряд книг, и в моей энциклопедии юного пчеловода есть девиз, который я считаю одним из важнейших, что есть три самых гениальных изобретения природы и Всевышнего. Это женщина, она всем нам подарила жить в этом мире. Это цветы, которые прорастают, дают семена и прорастают новыми растениями. И пчела, которая является главным экологом планеты, оповлетворяет все цветы и одновременно спасает человечество от голода. Если убрать пчелу, то исчезнет почти 80% продовольствия. Не случайно сегодня вся научная общественность, ответственные люди бьют эту тревогу. В Южном полушарии уже погибло почти половину пчел. Я сказал, какой урон пчеловодству нанесен и в нашей стране. И исключительно важно помочь природе, помочь пчеле, защитить ее законы. Я был потрясен, когда первый закон, который я подготовил вместе с нашей командой, Ельцинская комарилия не подписала, не пропустила. Я им долго объяснял, рассказывал мне. Я благодарен и президенту Путину, и премьеру Мишустину. Они поддержали. Более того, мы настояли, чтобы провести всеевропейский форум, по сути дела, сел пчеловодом в Ремлевском дворце. Он прошел 5 лет назад, собрал 6 тысяч человек, выступили все великие ученые, специалисты, проверены секции. Я искренне благодарю всю нашу общественность, руководителей пчеловодских коллективов, научные институты. Нам удалось столкнуть с мертвой точки то, что законсервили и разрушало, было создано в 90-е. Сейчас этот закон начал работать, поддерживает Совет Федерации, Думские фракции, наш комитет, который возглавляет, Кашин Владимир Иванович, академик, крупный ученый, в свое время возглавлял научный институт плодоводством. Мы сейчас идем на правленном и очень важном пути. Но что бы хотелось особо подчеркнуть? Понимаете, сейчас много говорят о патриотическом воспитании, но патриотизм начинается с любви к родному дому, родному краю. Если взять Алтайский, удивительный край. Я когда впервые попал, я был в восторге. И в восторге природы, и людей, и тружениками. То и обстановка, и мораль. Кстати, у нас во фракции прекрасно работал Герман Титов, второй космонавт, который великолепно работал с молодежью, продвигая научно-технические знания. Он вас уроженит. Я считаю, что Василий Шукшин, мы вместе с Харитоновым помогали создавать музей, тоже является общенациональной гордостью, как и Валерий Золотукин и многие другие. Но для нас сейчас исключительно важно поддержать та традиция, которая сложилась в Сибири, в Алтайском крае. Традиция работы с челами. Это главный и медоносный край. Мне пришлось много работать с китайскими друзьями и товарищами. Я близко знал Дзян Зимина, который учился у нас и хорошо говорил по-русски. Он очень любил природу, Толстого. Худин Тао подписывал договоры с Си Диньпинем. Познакомились, когда он еще был мэром Шанхая. И наша партия подписала меморандум о развитии на многие годы. Очень многое сделала для восстановления дружеских связей с Китаем, Индией, Вьетнамом, целым азиатско-тихоокеанским регионом. И мы гордимся этим. Я недавно беседовал с президентом. Он только что вернулся в переговоры с Си Диньпинем. Для нас сегодня в нынешних условиях, когда 17,5 тысяч санкций наложено, это спасительно с любой точки зрения исключительно выгодно. Потому что мы проповедуем идеалы высокой духовности, коллективизма, справедливости. Вот пчелы в этом отношении показывают пример всей природе. И еще хочу подчеркнуть, особенно для студентов. Вот если вы начнете изучать многообразие природы, а выступление Путина было сказано о многообразии природы, взаимосвязанности, о коллективных чувствах, о наших традициях, о суверенитете. Так вот, пчела – это самое удивительное создание. В этом маленькой труженице заложено 6 великих фабрик. Ни больше ничего похожего. Фабрика по производству меда. Сто странах мира брали сто продуктов, мед везде лидировал. Фабрика по производству пчелиного яда. Во многих лекарствах для лечения суставов он должен обязательно присутствовать. Фабрика по производству пчелиного молочка. В Японии уже много лет детям дают драже из маточного молока. И Япония сегодня является лидером по продолжительности жизни. 85 лет на 15 лет нас обогнала. Фабрика по производству воска. Нет фактически элитной парфюмерии без воска. Ну и можно дальше перечислять. Там перга. Все они почти незаменимые аминокислоты. И все исключительно полезно для человека. А если посмотреть внутреннюю организацию, то она вообще потрясающая. Там в семье 70-80 тысяч пчел, а то и больше. Все подчиняются матке. Родилась и тут же начинает работать, проходя всю цепочку до рабочей пчелы. А с точки зрения радара система, которая сегодня наводит ракеты, во многом напоминает то, что изобрели пчелы. А если возьмите ее два офсетных глаза и три на макушке, два глаза это современный телевизор. Пчела оказалась умнее наших математиков. Когда мы делали подводные торпеды высокой скорости, то они рассыпались. Пока мы не скопировали у пчелы соту, которая оказалась самым прочным изделием. Так что нам придется у них многому учиться, но мы должны им сегодня помочь. Помочь защитить от тех вредителей, которые напали на пчелы. От тех производителей, которые производят всякие мерзости, разбрасывают на полях. Нам надо сделать природу красивой и богатой. Без пчелы, пчеловодства, наших законов, без умного образованного человека это сделать невозможно. Поэтому я очень рад, что мы проводим сейчас в каждом федеральном округе вот такого рода круглые столы и встречи. Я благодарю вас и желаю всем сибирикам-алтайцам добрых начинаний, хороших урожаев, самых медоносных цветов и пчел. И с удовольствием будем рекламировать ваш мед. Он сегодня востребован во всех странах и континентах. В добрый путь, мои талантливые пчеловоды, славные друзья и сибирики-алтайцы. Спасибо большое.